Когда в небольшом американском городке только начинался обычный рабочий день, в местный полицейский участок неожиданно ворвался шестилетний мальчик по имени Томас, который выглядел очень маленьким для своего возраста и, едва сдерживая слезы, прокричал «Пожалуйста, арестуйте моего отца». Сначала полицейские восприняли это как какую-то шутку, но ребенок не унимался и раз за разом повторял свою странную просьбу. Тогда дежурный позвал Кэтрин, сотрудницу, которая специализировалась на работе с детьми, чтобы та, наконец, разобралась в ситуации. Появившаяся женщина как могла пыталась успокоить маленького гостя, но тот все еще казался невероятно встревоженным и возбужденным. Однако сотрудники не могли предпринять никаких действий до тех пор, пока не получили бы хоть какую-то информацию от Томаса. Кэтрин и ее коллега, сержант Пол, начали задавать мальчику простые вопросы, чтобы привести его в чувство и выяснить, наконец, правду. Тем не менее, Томас продолжал жалобно плакать, а затем он выдал «Срочно арестуйте моего папу. Его нужно как можно скорее отправить в тюрьму». Понимая, что ситуация очень серьезная, Кэтрин и Пол отвели Томаса в свой кабинет, где угостили его сладостями перед тем, как задать ему новый вопрос. Затем сержант спросил мальчика, бьет ли его отец. А тот, немного подумав, в очередной раз заплакал и начал кивать головой. Тогда Кэтрин снова успокоила малыша и спросила, что сейчас делает его отец, и как мальчику удалось выбраться из дома. А Томас без раздумий ответил, что он дождался, когда папа наконец ляжет спать, а затем сразу же побежал в полицейский участок. На вопрос про свой домашний адрес мальчик сначала пожал плечами, а затем выпалил, что их маленький дом находится рядом со старой водонапорной башней. А Пол тут же кивнул в ответ, так как он понял, что это за здание. Кэтрин попыталась уточнить, где сейчас мама мальчика, на что тот ответил, что уже давно ее не видел. Ребенок добавил, что по словам отца, мама однажды ушла гулять, но так и не вернулась домой. После услышанного в головах полицейских стали появляться самые страшные домыслы, и они начали подозревать, что отец Томаса совершил что-то ужасное. Видя, что взрослые наконец его слушают, мальчик продолжал настаивать, чтобы отца обязательно арестовали, и ни в коем случае не позволили ему сбежать. По словам Томаса, папа в последнее время стал особенно агрессивным, и не раз повторял, что он больше не сможет этого вынести, при этом громко хлопая дверцей холодильника. Сержант решил больше не медлить и направил к дому мальчика на ряд полиции. Меньше чем через час несколько вооруженных полицейских ворвались в тот самый маленький дом рядом с водонапорной башней, который выглядел очень старым и ветхим. Внутри обстановка была очень бедной, но помещение при этом выглядело прибранным и ухоженным. Хозяин Итан мирно спал в своей кровати, когда появившиеся полицейские повалили его на пол и без промедления защелкнули наручники на его запястьях. Мужчина лишь мычал, явно не понимая, что происходит, а опытные сотрудники уже заталкивали его на заднее сидение своей машины. Наконец, придя в себя, подозреваемый начал кричать, что у него дома остался маленький сын, на что один из сотрудников резко заявил, что ребенок уже давно у них в участке, а арестованному теперь придется ответить за все совершенные им злодеяния. Когда Итана привезли в участок, Пол был очень удивлен. Он ожидал увидеть злобного психопата, который жестоко издевался над своей женой и сыном. Но вместо этого перед ним стоял очень худой и явно болезненный мужчина с провалившимися внутрь тусклыми глазами. Через мгновение арестованного завели внутрь, а Томас, увидев отца, как ни странно, побежал к нему навстречу и со слезами на глазах бросился ему на шею. Мужчина с облегчением крепко обнял своего сына и также не смог сдержать слез. Итан вымолвил, «Сынок, я думал, с тобой что-то случилось, когда меня привезли в полицию». Томас ответил, «Папа, это я сказал дяденьке, чтобы тебя арестовали». На очевидный вопрос, «Зачем?» Мальчик ответил, «Чтобы ты, наконец, смог поесть, папочка». Полицейские стояли, разинув рты, не понимая, что здесь происходит. Но опытному сержанту не понадобилось много времени, чтобы, наконец, выяснить душераздирающую правду. Оказывается, Итан растил сына в одиночку после того, как его супруга умерла. Чтобы не травмировать психику Томаса, отец сказал ему, что мама ушла погулять, а мальчик с тех пор ждал и надеялся, когда она вернется. У самого Итана при этом в последнее время начались серьезные проблемы со здоровьем. У него не было даже среднего образования, из-за чего он перебивался лишь небольшими случайными заработками, которых едва хватало на то, чтобы накормить и одеть сына. При этом сам мужчина часто оставался голодным, жертвуя все своему любимому сыночку. Однажды ночью Томас увидел, как отец громко хлопнул дверцей практически пустого холодильника и зарыдал от бессилия и своей ущербности. Мальчик очень хотел хоть как-то помочь голодному и страдающему отцу. И вот однажды он узнал из новостей по телевизору, что в местной тюрьме заключенных кормят три раза в день. После чего Томасу в голову пришла гениальная идея, и он без промедления побежал в полицейский участок. Когда печальная правда наконец раскрылась, даже суровые полицейские не смогли сдержать эмоций. Они сытно накормили Итана и Томаса собственными обедами и отвезли их домой. Однако на этом история не закончилась. На следующий день на пороге дома Итана появились несколько полицейских и сотрудников социальной службы, которые держали в руках запас продуктов на пару недель. Хозяин с благодарностью принял этот дар и пригласил гостей внутрь, где их с радостью встретил улыбчивый Томас. Сержант Пол предложил хозяину работу уборщиком в полицейском участке, на что мужчина с радостью согласился. История о маленьком мальчике, из-за которого арестовали его отца, очень быстро распространилась по всему городку и буквально взорвала местные социальные сети. Это привлекло внимание общества к людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и жили за чертой бедности. Многие жители проявили готовность помочь всем нуждающимся и сделали их беспросветную жизнь гораздо легче. А маленький мальчик своим наивным и трогательным поступком сделал наш мир чуточку добрее и лучше. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.